Итак, вы решили делать канал, вы решили делать проект, вы решили делать классный проект и вот вам улыбнулась удача. Все классно, все вообще хорошо, у вас все получилось, прошел год и к вам пришел рекламодатель. Как вы будете с ним взаимодействовать? Задайте себе этот вопрос. Каким, вот если вы думаете, что вы встретитесь с ним в кафе, поговорите, на салфеточке напишите там, на бумажке там, что вы там гарантируете, а он вам кэшем даст, боюсь разочаровать. Кэш уходит в прошлое. Сейчас любая, любая более-менее серьезная компания, она очень и очень не любит наличные, она очень любит безналичные. То есть, чтобы был договор, чтобы был безнальный платеж, чтобы все было сшито-крыто и чтобы по бухгалтерии все проходило вровень. Более того, компания договором безопасит себя, потому что у этой компании уже есть юристы, которые в случае чего на основании договора уж поставят вас в нужную им позицию. Это я вам гарантирую. Поэтому компании, мы говорим про компанию, ну может быть там частник какой-то придет, захочет вы, вы, как называется, проявит желание купить рекламу на вашем канале, но зачастую давайте мы же смотрим позитивный сценарий. К вам пришла компания и тут вы что? Ну может быть вы откроете ИП и это сейчас быстро и у вас будет расчетный счет. Может быть, а если у вас договор, а если у вас акт о выполнении работ, а если у вас приложение, то есть, проговорите для себя все, что вы будете делать. Ну то есть, помечтайте, сядьте, давайте так вот. Неудивительно, когда многие предприниматели, назовем тогда начинающие, не могут ответить на банальный вопрос, как они эти деньги будут забирать, куда они будут забирать и как правильно, какой договор будут составлять, к какому юристу они пойдут, чтобы юрист мог сказать, что этот договор правильный, неправильный, какие пункты изменить. Потому что, когда идет подписание договора, оно же не так, что, типа, в этом не глядя подписывается, да, это не в банке, когда придется кредитный телегитор. Нет. Это вам высылают договор, вы читаете, желательно с юристом читаете. Юрист обращает ваше внимание на пункты, которые, по его мнению, могут трактоваться двояко, вы их для себя проговариваете и в случае чего подписываете. Либо отправляется договор на пересогласование. И только после того, как обе стороны подписали договор, там стоит дата, стоит сумма, все хорошо. Но зачастую, а куда эта сумма уходит? И вы, ну, максимум, что можете придумать, это сказать, что, типа, ну, у меня есть карточку и на карточку пусть переводят. Налоговая не спит. Если она сегодня не спит и заснула или закрыла свой глаз, то это не значит, что она завтра будет также спать. Поэтому подумайте над тем, как вы эти деньги тоже будете по-лу-чать.